...заключать с мусорниками, газ, пятое, десятое, все пойдем делать, все за свои кошты. Поэтому кто собирается в СНД, пожалуйста, только письменное заявление пишите. Потому что те, кто из нас не пойдут, мы подписываться не будем. Добрый день, я помощник депутата городского совета Выровца Игоря Ивановича, живу в 71-м доме, который активно. Выборы прошли, вы знаете, уже депутаты избраны. Выровец Игорь Иванович избран именно депутатом по этому округу 32-му, мажоритарному, проголосовало большинство избирателей. Что я вам просто хочу сказать, партия регионов, проводили встречи, многие здесь были. Вот детская площадка была установлена по обращениям жителей. А товарищ, если мы не будем рассказывать эту тему, отбьют, пытались фальсифицировать протокол, возбуждено уже уголовное дело по фальсификации от Батерщины. Но это политика, не будем о ней говорить. То есть, то, что касается УСМД, смотрите, ситуация довольно простая, я считаю, в этом плане. То есть, в ноябре прошлого года было решением городского совета, не созданные, это правильно так называется, районные советы. Но вот скажите мне честно, кто из вас обращался к депутатам районного совета? И знали ли вы их? Вот кто? Кто был депутатом райсовета вот в этом округе, скажите? Нет. Никто. Никто не знает. Я вам могу сказать, вот на примере нашей Украины, да, к примеру, по 2007 году, вот за 6 месяцев я проанализировал, как они должны были провести приемы. У них было 5 депутатов в районном совете, московском, нашем. Вот, они должны были по плану провести 40 приемов за 6 месяцев. Реально они провели всего 4 приема и приняли 5 избирателей. Это зафиксированный факт, это я вам точно могу сказать. Вот, теперь то, что касается, то есть, собственно говоря, от депутатов районного совета, ну, правду скажем, то есть их не знали, они не работали. Что происходит теперь? То есть районные советы упразднены. Вам городской совет, собственно говоря, предлагает, ну, и многие люди, и в московском районе, и в Харькове, они сами выходят с этим. То есть инициатива городского совета тоже родилась не просто так. Там есть специалисты, обращались люди. То есть вам предлагают, собственно говоря, взять полномочия на себя. Ведь никто никого насильно в эту АСМД не тянет. Что такое АСМД? То есть вы создаете общественную организацию, с правами общественной организации, входите в нее, естественно, на добровольных началах. И вы уже контролируете те работы, которые проводятся в ремонтные, в жилком сервисе, все остальное, понимаете? То есть вопрос в том, насколько вы готовы именно использовать свои полномочия, понимаете? Вот в чем вопрос. Я могу привести примеры. То есть вот в ходе, допустим, встречи с избирателями, которые мы проводили, округ у нас большой. Потому что мы должны знать наш округ. Это вот наш 605 микрорайон полмеханизаторской, часть 607 и часть 608 микрорайона. Там сверху там, вы поняли, да? И там есть кооперативные дома. Но ведь это правда, что когда подходишь к кооперативному дому, ну, видно, да, что вот благоустройство положено, согласитесь? И мы видели это в ходе встреч, понимаете? Там вот целый ряд есть там кооперативный восход, там, лотос. Но это сразу приятно. У вас сейчас, собственно говоря, есть такие же возможности. И смотри, но все равно деньги выделяются. Смотри, мы всегда. Они тратятся помимо вашего контроля. И вот потом уже, когда, допустим, покрыли крышу, а есть такие случаи, не надо скрывать, что, допустим, многие работы проводятся некачественно. Покрыли крышу, через месяц она потекла. Кому жители предъявляют претензии? Да. Если бы вы контролировали эту установку, вот как здесь было, вот провезли эту детскую площадку, да? Люди вышли, вначале они выбрали место установки, или хотели здесь поближе ее, потом смотрели, как она устанавливается, контролировалась. Но также я знаю, вот есть поселок Минут, там есть общественная организация «Свобода выбора». То есть не только, вот как у нас, допустим, ОСМД вам предлагает одного-то. Потом же эти ОСМД могут между собой копирироваться, понимаете? Создать совет ОСМД. Ну, так вот я не совсем юридически говорю, как бы точно, но в принципе все. Ассоциация, да. Понимаете? Вы уже можете решать проблемы всего микрорайона. То есть, ну, собственно говоря, сейчас перед вами выбор есть. Вы готовы контролировать вот эти работы и взять на себя какую-то часть ответственности? Ну, кто? Делают, да. Да. В моменту я могу контролировать. Да. У вас будет, смотрите, у вас, я понял, смотрите. Пока я не отвалю денег, и не твой. Да, да, теперь смотрите. Вот приехали представители громадской рады, комитетов самоорганизации «Громадьян» у Мистих Гарьков. Они же вам предлагают обучение председателя, обучение актива, понимаете? Перебива, 30 с лишним лет, куча с этой крышей. Куча лента. Пока сама не стала делать, сама не стала делать. Если нет, у вас будет председатель, у вас будет уполномоченный актив. Теперь то, что касается... Председатель платный. Товарищи, еще минутку, вот послушайте. Я скажу очень важную вещь. То есть в Харькове сейчас и делалось, и делается очень много. То есть, вот мы же и уходим в встречу. Смотрите, было очень большое количество обращений к Геннадию Кернесу. Тысячи, понимаете? Чтобы вы понимали, то есть ни одно это обращение не прошло даром. То есть, создан реестр обращений. Вот, допустим, депутат Выровец, у него 32 окна. Каждое записанное обращение, каждая проблема, назначены сроки выполнения. Вам сейчас, подождите, вот вам пример, 67-й дом, вот видите, угол. Вот вам пример, у этого Выровцова лично, вон тот подъект был записан. Да, да. Сроки давайте посмотрим. Установлены сроки, вот 60, подождите, 67-й дом. Там люди жили вообще, у них просто катастрофа была, 4 квартиры, все протекало. Так уже делается, 290 метров квадратных, ремонтируется. 15-го числа я был там. И весна покажет, кто где на... Да, да, да. Я говорю, весна покажет, кто где на... Так вот, просто смотрите, Вы должны принять для себя решение. Если Вы готовы именно, вот, скажем так, на себя взять, даже это не ответственность, понимаете? Это просто вот Ваша гражданская позиция. У Вас будет председатель, будет актив уполномоченный, и Вы с ними решаете Вам. То есть, я считаю, что это дело полезное и нужное. Да. Да. Уже проведено собрание, у нас лицедатель или си, и так далее на регистрацию СНД уже по данным уровням. Так люди посмотрели, там сделали уже, вот смотрите, люди обратились, где-то числа 20-го, сейчас, я договорюсь, числа 20-го, с декабря обратились, то есть там уже и в первом подъезде ремонт крыши сделан, и в последнем сейчас делается ремонт. И будьте у Вас, то есть, чтобы Вы понимали, ни одно обращение, оно просто так не пропало. Но Вы же тоже должны понять, что мгновенно, или, допустим, даже в течение недели-два, все это сделать одновременно невозможно. Вы должны это понять реально. То есть, есть планы, и вот Игорь Иванович просто на встречах показывал, вот у него реестр, обращение к мэру, которые были все расписаны, и все будут делать. Будут дальше, подробно, пишите. И еще, сейчас. Вот, и еще минуточку, то есть по депутатской работе, здесь очень многие знают, вот Кенична хорошо знают, многие знают, то есть приемная депутатская выровца Игоря Ивановича находится в Тимач, знаете, здание в ЛКСМ-56, 320-я комната, она работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, телефоны есть, будут вопросы обращения. Она работает с 14 до 16, до 14, до 18, каждый день, и по средам у Игоря Ивановича личный. Можно? Да, пожалуйста. Спасибо. Будут вопросы, пожалуйста. Вы сказали, что в 67-м дуле...